Добрый день, уважаемые читатели и зрители канала Порт Ньюз. Не успел бункерный рынок адаптироваться к введениям ограничений по сере, как к нему прилетел черный лебедь в виде коронавируса и падения нефтяных цен. Сегодня сложилась такая ситуация, что бункеровка за границей стала выгоднее, чем в портах России. Хотя еще в начале года у бункерного рынка были другие цели и задачи. Приспособиться к ограничениям ММО по содержанию серы в судовом топливе не более 0,5%. В этот период стоимость востребованных видов топлива, таких как газоль и низкосернистый мазут, неумолимо росла. На росте сказывались все факторы, присущие новому топливному режиму, такие как дефицит в регионах, а также несоответствие качества конвенционного топлива международным стандартам. Впрочем, ситуация в начале февраля выправилась и цены стабилизировались. Самым уязвимым регионом при переходе на новые виды топлива стал Дальневосточный регион со своими сезонными заторами на железной дороге, а также зафиксированными случаями поставки некачественного топлива. Именно поэтому во Владивостоке в начале марта прошло рабочее совещание под председательством руководителя Росморичфлота Александра Пашевая о практике исполнения приложения номер 6 Конвенции Марпол в Дальневосточном регионе. Как спортньюс поделились участники совещания, состояние рынка по наличию и качеству конвенционного топлива в портах Дальнего Востока признано удовлетворительным. Представители российских и иностранных судоходных компаний, участвующие в совещании, отметили, что с 1 января 2020 года бункируются в портах Дальнего Востока, топлива всегда есть в наличии и к качеству претензий нет. Начало 2020 года обозначилось ярким событием – вспышкой коронавируса. С начала года цены на нефть снизились более чем на 50%. Стоимость нефти Brent 17 марта упала ниже 25 долларов впервые с мая 2003 года. Непродленная сделка ОПЕК+, которая должна была ввести ограничения на добычу нефти, чтобы как-то поддержать цены на фоне распространения коронавируса, только усугубила ситуацию в мире. Паника на мировых сырьевых рынках, в свою очередь, обвалила цены на мировом бункерном рынке. Стоимость судового топлива на российском бункерном рынке с начала года упали более чем на 50%. По данным аналитического отдела PortNews, стоимость МГО в российских портах снизилась более чем на 200 долларов за тонну. При этом российские бункеровочные компании вынуждены фиксировать цены на топливо, несмотря на снижение цен на нефть, чтобы просто не уйти в минус. Зарубежные компании продолжают реагировать на нефтяной рынок, обновляя минимумы на судовое топливо. Так, в порту Сингапур сегодня выгоднее забанкироваться газоэлем на 115 долларов за тонну, чем в порту Владивосток. Соответственно, в порту Реттердам на 30 долларов, чем в большом порту Санкт-Петербург. Учитывая ценовую ситуацию, многие иностранные судовладельцы, как ожидается, будут планировать судозаходы не в пользу российских портов. Каким образом эта ситуация скажется на российском бункерном рынке, можно будет сказать только после подведения квартальных итогов. Российский бункерный рынок готовился к новым экологическим вызовам 2020 года, но к рекордному падению нефтяного рынка готов не был. Впрочем, как и все остальные. Мы будем продолжать отслеживать ситуацию на рынке. Вы всегда можете найти новости на нашем портале, соцсетях, а также YouTube-канале. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. С вами была руководитель аналитического отдела Портньюз Марина Борисенко. До новых встреч и будьте здоровы!